Развитие финансовой грамотности в регионах Северного Кавказа обсудили в Железноводске на окружной конференции. Рассмотрели тренды, задачи и перспективы в этом направлении. В мероприятии участвовали и представители отделения Банка России по Крачево-Черкесии и регионального министерства финансов. Альбина Ламков продолжит тему. Организаторами конференции выступило Министерство финансов Российской Федерации, Банк России и правительство Ставропольского края. Для повышения финансовой грамотности необходимо объединить и структурировать весь имеющийся опыт. Это позволит усилить межведомственное взаимодействие и масштабировать интересные работающие проекты, отметил в своем выступлении заместитель министра финансов России Михаил Катюков. Он также обозначил приоритетные направления в сфере финансовой грамотности на ближайшие годы. Регионы Северного Кавказа активно участвуют в проектах Банка России по финансовой грамотности. Например, в Ставрополе создали аудиолекции финансовой культуры, которые слушают по всей стране. Кстати, в некоторых регионах их перевели на национальные языки для удобства местных жителей. И такой формат очень востребован на Северном Кавказе. В приоритете Банка России в этой работе на ближайшие годы – инвестиционная, цифровая и киберграмотность, борьба с мошенничеством и недобросовестными практиками, а также работа с наименее защищенными категориями граждан. Школьники СКФО с удовольствием смотрят онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности. Так, по итогам весенней сессии этого года в проекте приняли участие около 70% школ, а всего их более 3000. Это лучший показатель в стране после Южного федерального округа. При этом Северный Кавказ активно наращивает работу по финансовому просвещению. На совещании отметили существенные результаты работы отделения Банка России по Корчаево-Черкесии. Так, по итогам весной этого года сессии онлайн-уроков финансовой грамотности в регионе входят в 20-ку лучших по стране и в лидерах в СКФО.